Избегать того, что осуждаемо. Если ты преуспел в этом, тебе нет нужды или брить голову, или отращивать бороду. Ну то есть это он сравнение такое дает, потому что в те времена как бы считалось, что послушники, они бреют голову, предаются какому-то насадоку, а отшельники, они отращивают бороду, они уходят как бы в отшельничество. Это волосы связаны с умом. Отношение к уму это отношение к волосам. Веды говорят, женщины должны откращивать волосы, лучше откращивать, потому что у женщины психика очень чувствительная, а волосы это продолжение энергии ума. Поэтому женщина должна энергия ума защищаться, потому что у женщины энергия ума очень сильная. Она волосами защищает свою психику. А мужчина должен делать волосы короткими, потому что у него энергия ума слабая, энергия разума сильнее. И он как бы волосы уменьшает, чтобы ум не мешал. А женщина увеличивает, чтобы защищаться настроением своим. Своё настроение, оно как бы женщина защищает, защищена своим настроением. И легче так жить. Но бывает мужчина откращивает волосы. Зачем? Они становятся оршебниками. Они не зависят ни от кого в жизни. Они зависят только от своего знания. Бывает, что человек вообще постригается на волосы и предаётся чему-то. То есть он уже своих мыслей и идей вообще не имеет. Означается, что он послушник. Послушники блеются на волосы. Монахи. Ну и так далее, как бы я объясняю вот эти правила, которые помогают просто. Это внешние, конечно, вещи. Но здесь говорится об этом тоже. Если ты избегаешь того, что осуждаемо, даже ты не знаешь, почему это так, зачем это надо. Нет знаний полного. Даже, допустим, я вам сейчас это всё объяснил. У вас полное знание есть? Нет. Есть два варианта. Это знание полное получить. Или в молитве тебе оно приходит в сердце. Ты знаешь точно, что нельзя изменять. У тебя точно есть это понимание. Второй вариант. Изменить и посмотреть, как будет строиться твоя жизнь. Как ты потеряешь отношения глубокие с детьми, с женой. У тебя появится другая семья. И так далее. На практике жизни можно это понять. А это практика жизни – это суровая штука. Иногда мне приходится видеть, как люди курили всю жизнь, и потом болеют удары в ледке. Практика жизни. Кому практика такая нужна? Итак, что такое неблагочестивость? Это означает просто незнание, как жить. Люди просто не знают. Из этого незнания, или незнание – это в форме привычки идёт. Человеку нравится вот так жить плохо, и он ничего не хочет слушать. Или это незнание идёт в форме просто недостаточного понимания того, как правильно. Потому что, если человек понимает, он может победить привычку со временем. Не сразу, но со временем. Иногда человек знает, что так не надо, но делает. Ничего страшного. Если ему будет хуже, он поймёт, зачем. И он начнёт делать, как надо, потом от боли. Из боли. Иногда человек и счастье делает, а иногда и из боли, как надо. Но и то, и другое хорошо. Но большинство людей мучаются в этом мире, потому что они вообще не знают, зачем нужна эта жизнь. Это называется полуживотное существование, ведомим. Говорят, полуживотное существование. Что это значит? Жить для квартиры, для зарплаты, для машины. Копить что-то. Ну, хорошо, это хорошо копить, но это не главное. Есть более высокие ценности, которые надо ставить перед собой в жизни. Иначе она не будет счастливой, потому что человеческая жизнь не для этого предназначена. Человек может копить, копить всю жизнь, потом раз, чувствует, нет счастья в жизни. Почему? Потому что не для того жил. Надо сначала изучить, для чего жить, а потом уже жить для этого. В этом смысл жизни человеческой. Вот смотрите, наших детей в школах чему учат? Математики, физики, химии, биологии. Вычитать, умножать и так далее. Малышей не обижать учат? Нет. Малышей не обижать не учат. Нравственности не учат в школе. В школе учатся механическим вещам. И дети становятся механическими. Вы спрашиваете, а почему? Мой ребенок постоянно за компьютером сидит. Он не хочет разговаривать. А кто его учил, разговаривал? Его учили за компьютером сидеть. Вот он сидит за компьютером. Его учить или считать, умножать. Вот он сидит, умножает, считает. Если корову кормить целлофанными пакетами, она будет выдавать бензин, а не молоко, понимаете? Так и дети. Что в них вливает, то и получается. Значит, надо самим прилагать какие-то... Мы же в школу, в систему это все не изменим. Мы должны сами прилагать семье, внутри себя усилия. Начинать надо с себя прилагать усилия, чтобы поменять свою судьбу. Надо понять, что есть законы жизни настоящие. Это нравственные законы. Они выше стоят всех этих финансовых законов, но, допустим, у меня был семинар для бизнесменов. Читал в Казани, в Днепропетровске такие семинары. И они приходят, человек 30-40, такие серьезные люди смотрят на меня. Я говорю, вы думаете, я вам сейчас буду рассказывать, как деньги зарабатывать? Я говорю, а что тогда, зачем мы этот семинар бы сделаем? Я говорю, вы поняли, что если вы не сможете отношения установить с человеком, он никогда вас слушаться не будет. А если вы отношения с более старшим не установите, то вы воспитаете себе специалиста, он станет сильным, как личность, а потом... Тю-тю... А в таких личностях все предприятие строится. У тебя выходят самые лучшие специалисты, как ты будешь развиваться? С кем? Тю-тю... 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 Да... И что делает, Олег Геннадьевич? Сразу начали слушать, потому что тема стала интересна. Это правда, ведь так все работает. Говорю, а вот что надо делать, надо понять. Что надо делать с собой, чтобы тебе привлекались такие люди, которые будут верны тебе, они не будут от тебя уходить. Они будут оставаться, и будут приходить самые хорошие. Это возможно. Да... Вот в этом и заключается развитие лидера в обществе. В чем заключается развитие? Суворов был лидер или нет? Почему он победил Турков? Потому что у него были верные воины, которые хотели за него отдавать свою жизнь. Понимаете? Лидер должен быть таким сильным, чтобы у него были люди верные, чтобы они шли за ним. Но у нас нет идеи сейчас, зачем мы работаем. Зачем мы бизнес строим? Идея, деньги зарабатывает эта идея. Это самое примитивное, что может быть. В этом нет никакой идеи. Это все просто поверхностно. Если ты хочешь настоящий коллектив создать, развивая в нем более высокие ценности, и тогда останутся рядом с тобой те люди, которые имеют эти ценности в своем сердце, это значит, что коллектив станет сильным. Видите, я привел просто один какой-то пример в жизни. Пусть даже изучение, что такое бизнес, лидерство, оно все это основано на нравственности, на внутренней чистоте человека. Она может проявляться по-разному в жизни, но она всегда является основой счастливой жизни. В высшей нравственности стоит духовность. Духовность означает вечность, вечное отношение. Можно установить с мужем вечное отношение? Можно. Они и означают духовную жизнь вместе в семье. Мы вместе верим в святого какого-то. Это уже вечное отношение. И отношения, которые останутся потом, после смерти тела, душа не умирает. Если люди строят отношения со святостью, вверх идут по жизни. Вверх по жизни. Означает, что они устанавливают более высокие отношения. Как вверх по жизни идти? Устанавливают с людьми более высокие отношения друг с другом. Возвышенные отношения. Вот я, допустим, Станиславу эту ладичку принесу. Я устанавливаю с ним возвышенные отношения. У нас нет с ним меркантильных отношений. И у меня нет ни одного человека сейчас близких, с которыми бы я устанавливал эти меркантильные отношения. Я совсем пытаюсь устанавливать только возвышенные отношения. означает вечный. Это значит, что люди не расстаются. Потому что возвышенное нетленно. Духовное нетленно. Любовь настоящая нетленно. Вы спрашивали, а можно с мужем навсегда остаться? В следующей жизни. Можно я буду с этим человеком жить? Можно? Установите возвышенные отношения. Будете жить в следующей жизни с ним. Это факт. Но никто не хочет установить возвышенных отношений. Никто не хочет верить в человека. Как в человека верить? Человек же не подлинно перенадлежит себе. Он может сделать то, что он не хочет делать. Так действует карма. С этой точки зрения в человека верить бессмысленно. Человеку надо верить в его духовность. Понимаете? А чтобы ее верить, надо совместно развиваться в этом. Надо смотреть, как человек действует так, как духовный человек. Или хотя бы верить в это просто в своем сердце. Думая о нем, как о духовном человеке. Надеясь, что он когда-нибудь будет так развиваться. По телевизору это не показывают. После работы, когда мы смотрим хоккей, мы этим не занимаемся. Это значит, что развивать в себе правильное отношение, это обменять свою жизнь. Менять свою жизнь. Допустим, чем я занимаюсь с утра? У меня днем работа, чем я занимаюсь с утра? Я слушаю, как читают ведические произведения, произносят ведическое знание, надо через звук получать. Слушаю, как говорит о ведическом знании святой человек с утра. Моя жена в это время, она сосредоточенно включает духовную музыку и сосредоточенно готовит пищу. Потому что она знает, что это и есть отношение. То есть, пища это отношение ко мне. Если ты считаешь, что ты любишь мужа, должна вложить эту любовь в свою деятельность. Она слушает святого человека и с верой к нему готовит пищу. Пища становится, наверное, вкусной в результате. Почему? Потому что она приготовлена в правильном настрое. Потом я кушаю эту пищу, она благословляет меня, говорит, пусть у тебя на работе все будет хорошо. Бог будет помогать тебе, защищать тебя. А у меня я иду на работу. Простая жизнь, как у всех. Так? Это замолчитель. Почему так, думаю, все? В чем причина? Потому что люди не знают, как жить. В этом причина, понимаете? Мы же не знаем, как жить. Мы думаем, что жизнь совсем другая. Надо смотреть в хоккей. Надо собираться большой толкой. Десять, пятнадцать, двадцать тысяч человек и орать. На хоккей. Это жизнь, Олег Геннадьевич. Хорошо? Веда объясняет, что психика человека – это не простая штука. Это то, что всегда отвечает за наше будущее. Нашу психику называют Веды телом желаний. То есть, что такое психика по-другому? Это тело желаний. Если ты хочешь всю жизнь посвятить тому, чтобы орать, когда играют в хоккей, значит, ты получишь соответствующее тело, которое для этого больше подходит. Есть много видов животной жизни, и каждая животная жизнь предназначена для каких-то эмоций. Животная жизнь направлена на одну эмоцию только. Вот, допустим, если ты хочешь, допустим, наслаждаться комфортом, так вот, вот так вот, то получаешь тело свиньи, там только одна эмоция. У нас и строготочка, наверное, болтёж такой. Всё, ты будешь в этом жить. Хорошая или плохо? Хорошая жизнь. Счастливая. Если ты просто хочешь счастливой жизни, то это тело животного, не человека. Человек предназначен для получения знания. Человеческое тело предназначено для получения знания. Если ты хочешь, допустим, сексом заниматься, я не буду демонстрировать, тело обезьяное получишь. Там с сексом всё нормально. Если ты хочешь, как бы, ну, мы верим твёрдо в героев спорта, нам победа, как воздух, нужна, хорошо, нет проблем. Тык-дык-тык-тык. Пожалуйста. Тело лошади лучше подходит, чем для бега, чем в человеческом. Ну, чё там в человеческом теле пробежишь, сколько? Чуть-чуть. А лошадь, она всю жизнь бедет. И он говорит, бежит, и хорошо. Или, допустим, полетать заходи, пожалуйста. Тело рва. Всё предусмотрено, понимаете? Я не шучу с вами. Я даже вижу в людях, куда его несёт. На кого работаем, товарищи. Куда понесло. Видно в человеке, что как бы... Я уже пошёл уже в эту сторону. Хорошо, давай дальше, что будет ещё несколько лет, и ты уже получишь это дело. Кабана. Тоткое тело меняется у человека в жизни, и уже внешне это заметно. Выставка собак, выставка собак. Нет, это выставка хозяева собак. И там Леонкин поёт, и там пипы идут соответствующие. Идут как бы хозяин, собака, и похоже. Опасно. Опасно так жить. Если мы знаем, мы уже люди, у нас есть разум. Мы должны понять, что на этой жизни всё не заканчивается. Мы не изучаем это всё. Ко мне в Днепропетровске подошёл один молодой человек. Удивительный человек, очень наблюдательный. Он начал изучать мои лекции. Он жил в частном доме. Давно его уже не видел. Тогда он, я жил у него в доме в этом, гостил, когда лекции читал. Мне показал две собачки. Я увидел то, что он мне показал. У меня волосы дыбом стали вот так. Мне стало очень странно, но это была правда. Потому что у него жили отец и матери, ругались постоянно. Они очень сильно привязаны были к этому дому. Они считали это самым главным в своей жизни этот дом. И родились рядом с этим домом щенками в следующей жизни. Потому что человеческого тела они были недостойны. Как он это узнал? Через некоторое время, когда они оставили тело родителей, К дому прибились два щенка. И прямо влезли в этот дом два маленьких щенка от разных родителей. Один начал вести себя самка, как отец. Те же самые блюда кушаем. Повадки такие же, внешность похожа. Другая самец, эта на маму похожа была. Был в шоке. Начал кормить их. Собачек. И они начали гавкать друг на друга. Как и раньше. Все то же самое. Вторая серия. Но уже в соответствующих для этого телах. Потому что человеческое тело не предназначено для того, чтобы гавкать друг на друга. Понимаете? Человеческое тело предназначено для того, чтобы строить друг с другом божественные отношения. Несмотря на то, что карма душит. Если твоя жена тебя душит, не думай, что это твоя карма тебя душит через нее. Не думай, что это жена душит. Она божественное существо, которое ты не видишь. Ты видишь в ней только что. Удовлетворение объекта, удовлетворение своих желаний. Хочешь наслаждаться ей. А так как она тебе не дает наслаждаться, поэтому она плохая. Вот и все. Вот это два восприятия человека близкого мы видим. Из-за чего? Из-за того, что мы хотим наслаждаться друг другом, а не служить друг другу. Это желание служить всем вокруг, оно не приходит просто так, в сердце. Его надо получить. Святого человека, чистого человека, который так живет. Смотрите, есть много святых людей вокруг. Сергий Радонич, Ерофим Саровский, только там мы знаем. Допустим, у нас здесь православная культура развивалась. Много православных людей мы видим, святых. Матроны святая там и так далее. Вот на кого надо медитировать, думать о ком. Медитировать такое слово медическое. Думать о ком надо, верить в кого надо, жить для кого надо. Эти люди должны, изображение этих людей дома висеть. Надо жизнь свою рядом с ними поставить. И тогда она станет чистой, как слеза от жизни. Означает, близкий человек ругается, а ты не так близко к сердцу принимаешь, потому что у тебя есть более ценное уже в жизни. Не то, что ты считаешь отношения с близким человеком самым ценным. Но это все глупость. Потому что вот эти внешние отношения, это просто механика. Сегодня хорошо в отношении, завтра ругаемся. Нельзя это предусмотреть. У меня тоже с женой иногда ругой наступает. Это просто механика. Знаете, море иногда становится, ужевать начинает, ужующим становится. Но если люди это понимают, то они не придают этому значения. На следующий день они уже извинились, и все хорошо от этих отношений. Буря закончилась в штиль. Понимаете? Если люди знают, как жить правильно, не придают этим бурям значения. Ааа, ты на меня ругался вчера. Но ругался не только вчера. Много раз ругался. И не в этом теле, даже в прошлом теле вообще гавкал. Что теперь делать? Мы не можем все вспомнить, что мы там делали, удовлетворяли вчера. Но сегодня мы должны просить друг другу и жить счастливо. Следующая тема – правдивость. Вот эта вот тема неблагочестивости, я ее в целом рассказал. Что такое неблагочестивость? Неправильное представление о человеке, о жизни, является неблагочестивостью. Если мы представляем человека, как его поступки, вот он так вот тебя вел, так, это означает внешнее представление о личности. Вечных отношений не будет. Счастья не будет от таких отношений. Не надо придавать большого значения тому, что человек вытворяет рядом с нами. Надо через отношения со святыми людьми устанавливать более глубокие отношения друг с другом через молитву, направленную на святого человека и желание отдавать плоды этой молитвы тому человеку, который находится рядом с тобой. Вам некуда сесть? Нет, нет, зачем наоборот. Сейчас мы организуем два. Вот два места есть, пожалуйста. Туда идите. Какие-то вопросы у вас есть? Пожалуйста. Открываем сердце, беседуем. Может вы возражать хотите мне, может я не договорю, да? Вы сказали, что занятие спортом это не самое благословное занятие. А как воспитать ребенка без спорта? Если это, скажем так, наклонности лидера? Спасибо вам большое, спасибо. Я занимался сам в детстве. Я очень благодарен тренеру, который меня воспитывал. Давайте я вам сейчас расскажу пять стадий развития личности. Сознание человека. Пять стадий. Первая стадия. Эта стадия самопроизвольная происходит в человеке по мере его развития. Самопроизвольная. Первая стадия называется, в санскритском термине не обязательно запоминать, анамая. Сознание связано, восприятие, анна означает кушать или впитывать в себя. Пища впитывает в себя. Сознание означает, на этом уровне находятся грудные дети. Вот как дети воспринимают мир через рот? Они пытаются все покушать, попробовать. Так? И чтобы изучать мир, они пытаются все пробовать. Этот вкус, этот вкус. Они анализируют через вкусовые качества, анализируют жизнь. Аномая сознания. Первый уровень сознания развития. На этом уровне находятся примитивные животные. Совсем примитивные. Какие? Улитки всякие. Ну, то есть, насекомые фактически. Кушают, кушают постоянно. Больше ничего не делают. Мало движения, мало чего-то еще. Просто едают. Кушают и кушают. И маленькие грудные дети. Дальше. Следующий уровень развития сознания называется прана майя. Прана означает движение. Жизнь движения. И человек чувствует, что самое главное в жизни это движение. На этом уровне сознания находятся дети от 3 лет и до 12 лет. Ну, посмотрите, если на этих детей, то можно видеть, что они очень активны. Им надо все изучать, бежать, куда-то смотреть. Их не остановишь. То есть, они очень быстрые. Ребенок может вот так вот вращаться, родители даже не успевают. Что происходит с него. Сегодня одно, завтра другое. Он постоянно что-то бегает туда-сюда, что-то делает. То есть, ему надо двигаться. Поэтому детям нужно развитие. Физическое развитие таким детям нужно. Физическое развитие очень важно. Когда человек получает правильное отношение к пище в грудном возрасте, он всю жизнь правильно кушает. Правильно кушает означает остается здоровым. Дальше, когда ребенок получает развитие вот этого в движении, на следующем этапе, он всю жизнь поддерживает свое здоровье, тоже нормальным с помощью движения. Допустим, я каждый день занимаюсь йогой там, каким-то гимнастикой какой-то каждый день занимаюсь. Почему? Потому что я в детстве тренировался много, занимался самбо там и так далее. Бегал, старался, закаливался. То есть, ну, то есть, вот эту деятельность осуществлял в том возрасте, в который положено эту деятельность осуществлять. Понимаете? Следующее. То есть, поэтому нужен спорт. Спорт развивает человека. То есть, ему нужно развитие, а также нужен спорт для поддержания здоровья человека. Но если человек считает, что спорт – это то, ради чего надо жить, то он должен стать тренером. Чтобы тренировать детей, давать им жизнь, давать им возможность стать сильными, крепкими, выносливыми, как мой тренер по самому. Дал мне жизнь. Он через этот спорт научил меня быть честным по отношению к людям, быть справедливым, научил меня побеждать. Это важно, человеку научиться побеждать, мужчине особенно, понимаете, в жизни. Научил меня стремиться к победе. То есть, и так далее, очень много чего, как бы, он научил меня. Я очень благодарен ему за этот. Потом, когда сознание чуть развилось, мне недостаточно было просто двигаться. Мне хотелось двигаться, но недостаточно было двигаться. Следующий уровень сознания называется мана-мана. Мана означает деятельность умана. Означает искусство, поэзия, художественное искусство. То есть, любая поэзия, любое творчество, творческая деятельность, это деятельность ума. Стихи и так далее. Более высокий уровень сознания. Унылая пора, очей очарований. Смотрите, какое удивительное описание природы. Невозможно сочетать такие краски. Приятна мне твоя, приятна мне твоя прощальная краса. То есть, сочетание прощальная краса. Люблю я пышные, пышные, природа, увядание. Понимаете? То есть, это такое сочетание может быть только необычной личности в сознании быть. Это божественный дар. Невозможно простому человеку такие сочетания увидеть, понимаете? И описать это все. Это необычная личность. Нельзя сказать, что он примитивный человек, Пушкин. Нельзя так сказать. Он дал человечеству уникальные вещи, но не самое главное. Нельзя сравнивать Сергея Радоничского и Пушкина. Потому что Сергий Радоничский дал высшее знание, а Пушкин дал то знание, которое нам нужно для счастливой жизни. Это факт, но оно не является высшим. Потом дальше, по взросле я начал заниматься бальными танцами. Это искусство. Как бы я танцевал, познавал жизнь в танце. Искусство и плюс движение тоже. Потом мне недостаточно было этого. Начал заниматься йогой. Тоже погружение сознания больше внутрь себя, изучение. Следующий уровень сознания называется Легьяна Майя. Означает развитие разума. Деятельность не на платформе ума, а развитие себя как личности означает соблюдение режима дня, победа над вредными привычками, означает изучение, что такое праведная жизнь, что такое вера. Мы развиваем разум на лекциях. У нас для этого предназначены наши как бы силы. Но если человеку нравится, допустим, движение всю жизнь, это не является грехом. Но вот если он говорит, что движение это самое главное и выше футбола ничего нет, тогда это грех. И люди, которые так считают, они будут рождаться в делах животных. Люди, которые воспитывают детей сильными, крепкими и дают людям, простым людям, которые, допустим, не хватает движения в жизни, дают возможность быть здоровыми за счет движения. Это благородная деятельность не является грехом. У человека есть природа быть тренером, допустим, движения и развивать людей. У меня есть один друг, он йогой занимается. И он делает людей очень талантливыми. То есть через йогу можно много чем узнать, через движение много, много узнать, что про себя, про свою жизнь, про свою судьбу. Очень много, что можно узнать. Не является эта деятельность такой низшего порядка. Но если ты считаешь, что спорт главный в жизни, все остальное ерунда, это означает, что ты грешник, человек недоразвитый. Остался на уровне праномая на этом сознании. Все, нет дальше развития. Если ты считаешь, что поэзия стыд выше духовности, ты тоже недоразвитый. Если ты считаешь, что развитие разума, это самая высшая часть деятельности человека, ты тоже недоразвитый. Потому что я вам не сказал еще пятую стадию развития. Называется Ананда Майя. Ананда означает высшее счастье. Это означает духовная платформа, когда человек чувствует себя как вечность, как душу. Он чувствует чистое отношение с людьми. Вот как воспринимает такой человек на такой платформе людей? Допустим, сидит в зал, и он видит во всех людях самое лучшее. я не нахожусь на таком уровне сознания. Я хотел бы находиться. Самое лучшее во всех. Все остальное не имеет слишком большого значения. Если человек там делает глупости, не имеет значения. В нем есть самое лучшее, самое светлое. Именно такие отношения человек устанавливает с другими людьми. Это означает, что он дает самое лучшее понимание, как надо жить. нет выше никакого понимания. Потому что это понимание дает вечность. Самое чистое и светлое это то, что нас сопровождает всегда в жизни. Это с нами всегда существует, мы не умираем в этом. Допустим, смотрите, близкий человек оставил тело. Что осталось? Что осталось от него? Какая память? Того, что мы ругались, бегали друг за другом, сковородками дрались друг с другом. Это память или что остается? Душевная память остается. Хороший человек рядом со мной жил. Было много плохого, тяжелого, но это хороший человек. Я знаю, что это хороший человек. Так или нет? Это значит, что между людьми были отношения. Или он ушел, он говорит, ну ладно, ушел, ушел. Без него легче. Так все это сочетались, думают. Значит, не было никаких отношений. Пустая жизнь, пустая потраченная жизнь в отношениях с этим человеком. Ты ничего не узнал о нем. Это значит, зря потраченное время. Так поэтому человек должен заниматься тем, что больше всего даст результатов. Поэтому и надо садиться рано утром и молиться святому человеку, чтобы понять лучше, чище относиться к тому, кто находится рядом с тобой. В этом заключается настоящая жизнь счастливая. А все остальное это бред. Некоторые люди хотят наладить отношения друг с другом словами. невозможно. Во внешней жизни действует кармин. Означает, сегодня положено по судьбе плохое настроение, значит, будет плохое настроение. Ты не сможешь это поменять, это огромная сила. Люди духовно развитые в это время друг от друга отстраняются. как лебеди, которые любят друг друга. Иногда они плавают рядом, но когда шторм, они могут сесть и тихонько сидеть, каждый по своей стороне, в своей стороне. Или они вместе будут сидеть. Но они в это время не будут плавать. Они просто застыли и все ждут, когда шторм закончится. Но люди хотят победить шторм в отношениях. Невозможно. он становится все сильнее и сильнее. И сковородки начинают летать потом. Почему люди дерутся? Потому что они хотят победить друг друга в этих отношениях. Невозможно. Никто не виноват в этом споре. В этом споре виновата судьба. Люди не понимают это часто.